интернет-магазин skks сегодня хотим рассказать о автомагнитолог джонсун а точнее про выходы которые там есть кабеля что подключается и что за за что отвечает итак начнем с основного вот здесь у нас есть входы определенные вот подключается сюда основной кабель кабель питания он обычно имеет вот такой вход на нем находится ну как минимум 16 разных пинов есть еще у нас вход для кабеля рца вот он здесь есть у нас ход для камеры вход для работы с коншиной вход для usb портов и дополнительный вход который в принципе не имеет особого значения но на самом деле есть несколько приборов которые можно туда подключить это будет отдельное видео начнем сегодня с основного основного кабеля питания эти штырьки разной толщины очевидно что вот эти два штырька более толстых они являются основными да действительно и кабеля соответственно здесь есть основные если мы так вставлять то это желтый и черный кабель черный кабель обозначает минус ground желтый кабель это плюс батареи дальше очень важный пин идет второй который идет за черным кабелем это от сц что это такое это плюс питания нашей ключа зажигания если подключен этот кабель магнитола будет включаться и выключаться вместе с ключом зажигания соответственно если не будет подключен зажигание не будет участвовать и и включение надо будет включать с помощью кнопки дальше важнейшими кабелями и элементами от пойдем нижнюю часть справа налево 2 пин идет у нас это у нас 2 2 пин от сц я уже сказал 3 реверс чаще всего реверс он коричневый кабель вот он на нем написано back реверс тому подобное если же вы видите другой цвет кабеля это третий пин неважно какой будет цвет дальше идет у нас к 1 розовый кабель это ключ необходимый для подключения руля в том случае если руль у нас подключается по проводам иногда этот кабель просто не задействуется иногда нужен дальше идут кабеля подключения самую самого звука то есть если у вас стандартный автомобиль в нем находится 4 динамика то соответственно существует 4 провода вот с этой стороны у нас соответствующие пины это будет пин 5 6 7 и 8 это у нас будет получается правый лево с левой стороны передний и правый задний плюс и минус соответственно сверху с обратной стороны идет распиновка еще таких 4 кабеля это тоже у нас получаются кабеля но уже с другой стороны динамиков то есть по два кабеля плюс и минус на каждый динамик в принципе вы можете просто отрезать напрямую соединить так как усилитель встроен данную магнитолу без проблем все будет работать очень интересный вот кабель который написано авто антенна то есть подключает питание активной антенны и еще называют автовок но иногда можно использовать его как питание усилителя вашего автомобиля если вас расширенной конфигурации присутствует усилительной динамики вы можете взять отсюда питание именно усилителя и все будет работать но к сожалению не на всех машинах если у вас системы подороже там баса то не все динамики будут работать только передние нужно будет другому подключаться разъем рца к ним о нем мы поговорим в следующем видео ну так же очень есть интересный кабель называется g10 и лл что такое и лл ну и лл это у нас провода лигу регулировки яркости которая поддается юга яркости подсветки магнитолы это у нас 10 пин 10 пин это верхней части он будет верхней части смотрим так 910 соседней 2 и здесь это кабель вот он это кабель у нас в данном случае он оранжевый за что он отвечает подсветка кнопок самой магнитолы если вы хотите чтобы магнитола подсвечивалась при включении фар то именно этот кабель отвечает не хотите можете убрать и этого не будет ну и кей 2 это соответственно 11 рядом находящийся вот здесь он оранжевый с черной полосой который в принципе отвечает и тут подписано k2 он отдельно за изолирован тоже нужен для подключения кнопок но так как магнитола подключается android немножко по-другому к обучению она использует внутренний канбуз самом аппарате и обучается то не всегда эти кабеля нужны иногда нужны также обратите внимание по питанию еще существуют стандартные цвета хотя китайцы не используют часто эти стандартные цвета игнорируют не какое-то свое цветопредставление но все-таки черный всегда это питание минус либо ground обозначается гэнди красный это всегда идет у нас плюс замка зажигания обозначается а cc либо а плюс желтый это всегда батарея плюс обозначается либо b плюс либо бат белый с полосой маркировкой белый вот видите есть белый у нас белый с черной полосой белый с черной полосой это минус переднего левого динамика белый без полосы рядом находится это плюс переднего левого динамика соответственно обозначается f l минус f l плюс серый с полосой вот есть серый у нас кабель серый это без полосы без полосы это плюс правого переднего динамика а вот такой же точно серый здесь запрятался с полосой это минус это динамика очень легко запомнить полосой это значит минус дальше есть зеленый с полосой и зеленый без полосы что это такое у нас это минус левого заднего динамика и плюс левого заднего динамика соответственно первая буква обозначает размещение rl r минус либо rl плюс и фиолетовый вот два здесь фиолетовый один с полосой без полосы обозначает минус правого заднего динамика и плюс правого заднего динамика но обратите внимание что вот эти цвета именно в этом кабеле стандартном кабеле они соответствуют тем обозначением которые я говорю но иногда есть кабеля питания которые абсолютно других цветов но основные кабеля всегда черный красный и желтый они всегда такие и по цветам обычно правильно по динамикам бывает иногда вот именно те кабеля back другого цвета а чтобы подключить магнитолу на самом деле достаточно только вот этих вот трех кабелей даже двух черный и желтый красный это уже задействует замок зажигания